Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, прошло примерно 2 месяца, как я начала использовать вот такую перекись водорода. Самая обычная перекись водорода, которую я покупаю в аптеке, засвечивает бутылек, но это не важно, потому что перекись водорода у меня 3% и я говорила, что помимо всего прочего, помимо того, что я промываю нос, я использую перекись водорода для лица. Сегодня я расскажу вам о результатах этого эксперимента, расскажу, буду ли я продолжать, но хочу сразу сказать, что я довольна своей кожей. На все 100%, на которые только могу быть довольна, на самом деле у меня давно нет проблем с кожей. Как только меняется мое питание, я считаю, что залог моей хорошей кожи, как раз-таки питание, которое у меня сейчас сильно поменялось, как только у меня меняется питание, у меня сразу же появляются вопросы к своей коже. У меня появляется высыпание, например, вот здесь, я это все пытаюсь подавить, многие зрители замечают потом следы у меня, которые не проходят месяц, потому что это не что иное, как синяк. Так вот, здесь бывает тоже у меня высыпание, но как только я сажусь на гречневый марафон и потом с него, в общем-то, долго-долго не схожу, потому что гречка составляет основу моего рациона, то у меня, в общем-то, никаких претензий нет. Если вы случайно на это видео попали, в этом году мне будет 39 лет, и я прям-таки горжусь своим возрастом, потому что мой возраст позволяет делать мне подобного рода контент, который, безусловно, может быть популярен и востребован, потому что, да, в 39 лет, я считаю, я выгляжу очень хорошо, как человек, который не использует крема, не использует филлеры. Это только лицевая гимнастика. Я являюсь также человеком, который думает, точнее, человеком, который практически не использует дома отопление. Очень многие думают, что я не использую отопление, потому что я коплю себе постоянно вот на подобную сумку, на следующую сумку и так далее. Иногда даже в комментариях я поддерживаю эту теорию, потому что, ну, на самом деле, удивительно, что только могут подумать люди. Но, действительно, помимо моего питания, состояние моей кожи, я думаю, характеризует также тот факт, что я сплю без отопления. Иногда температура в спале достигает 11 градусов, зимой, как правило, это 13 градусов. Я уже давно сплю с открытым окном, давно, ну, то есть, наверное, недели две, потому что у нас потеплело. И, в общем-то, это тоже характеризует мою кожу. Я не использую отопление не только дома, либо использую его по минимуму, несмотря на то, что у нас есть маленькие дети. Я также рассказывала, почему я считаю вообще отопление дома. И для маленьких детей, в том числе, не есть хорошо, прежде всего, потому что очень сушат слизистые носа. И слизистая носа становится восприимчива, более восприимчива к вирусам. Ну, и также необходимо постоянно проветривать. И нет никакого смысла отапливать улицу, если ты постоянно проветриваешь. А с тремя детьми дома необходимо проветривать очень часто. Но это вкратце. А если развернуть, опять же, тему отопления, могу сказать, что я и неохотно использую отопление в машине. К чему я все это рассказываю? Потому что есть очень-очень много вещей, которые влияют на состояние моей кожи. И которые, возможно, и отличают тот результат, который я в итоге получила от перекиси водорода. Очень многие мне написали, что перекись водорода сушит кожу. Сейчас я намочу ватный диск, но вы, конечно же, не можете быть уверены в том, что я наношу именно перекись водорода. Я же сюда могла водичку просто налить, правильно? Зачем я это сделаю? Все-таки, я думаю, что это очень большая ответственность заявлять, что ты наносишь перекись водорода 3-процентную, повторюсь, неразбавленную. А при этом наносить все-таки воду, потому что тебя могут посмотреть люди. И если они себе навредят таким же экспериментом, безусловно, ответственность лежит на тебе. И прямая, и кармическая также. Поэтому нет, я вас не обманываю, это 3-процентная перекись, вот побольше смочу диск и нанесу его на лицо. Несмотря на то, что у меня есть макияж, это никак не помешает мне обработать мое лицо. Я специально не стала наносить помаду, потому что я очень хорошо обрабатываю под носом. И я захожу также под глаза, когда я обрабатываю свое лицо перекисью водорода. Прежде всего с утра, потому что нам всем хочется слегка с утра освежиться. И вечером тоже, ну как правило, один раз точно я это делаю, два раза. Два раза все-таки реже я это делаю в течение дня. Сейчас я не буду проходиться близко к бровям, потому что сотру свои прекрасные союзные брови. Ну, в общем-то, вот таким образом, даже заходя вот сюда, непосредственно под область, под глазами. Зачем я, кстати, этот эксперимент делаю? Затем, что мне написали, что можно получить какой-то невероятный ожог, таким образом нанося перекись водорода на кожу. Никакого ожога быть не может. Если у вас был когда-то новорожденный ребенок, вы наверняка должны знать, что пупочная рана у новорожденных детей в современных условиях обрабатывается перекись водорода 3%. Туда прямо-таки капается перекись. Ребенок не плачет, он не чувствует никакого дискомфорта, потому что никакого дискомфорта нет. Соответственно, вот таким образом, да, я обрабатываю шею и лицо. Что это мне дает? Совершенно точно это дает мне, пока диск ватный, влажный, я обрабатываю также вот таким образом запястье. Потому что я верю в то, что это очень полезно не только для нашей красоты, но и для здоровья. Что это мне дает? Я сразу заметила, что кожа становится как будто бы более плотной, она как будто бы стягивается. Но, возможно, именно этот эффект дает очень многим ощущение сухости. Но у меня нет даже шелушения. Если я соглашусь от моего коричневого пилинга, всегда у меня есть шелушение, я об этом предупреждала. Я думаю, что в этом и есть суть. Брать обычную корицу, которую мы используем в еде, делать скраб, и потом будет очень сильное шелушение. В течение трех дней, потому что кожа обновляется. Кожа как будто бы получает ожог. Но такой же ожог она получает от фруктовых кислот, например. Если после соты, да, иногда бывает шелушение, но для меня оно тоже не критично, то после перекиси водорода у меня нет никакой сухости. То есть если я вот так поцарапаю свою кожу, у меня не будет никакой сухости. Я сразу почувствовала, что кожа как будто бы плотнее становится. Но, повторюсь, у меня есть ощущение, что кожа истягивается. Но это не ощущение как от сухости кожи. Она как будто бы стягивается. Безусловно, кожа становится более красивой, потому что никаких темных точек просто быть не может Перекись водорода, конечно же, очень сильно обесцветила мне брови И для меня это явилось хорошим способом управляться со своими бровями Потому что, несмотря на то, что волосы у меня на голове очень тонкие, то брови у меня прямо-таки очень-очень жесткие И часто никак их не уложишь, не прилепишь никаким гелем Поэтому волоски очень истончились, и они очень сильно светлыми стали Учитывая, что я и волосы недавно обесцветила, мне действительно хорошо Обесцвечиваются ли ресницы? Да, ресницы тоже обесцвечиваются Но для меня это тоже не проблема, в общем-то я покрываю их тушью, если мне нужно выглядеть более ярко И, в общем-то, проблема на этом решена Кстати, очень многие имеют вот здесь пушок, а я его имею и в достаточном количестве И когда я, помню, носила своих детей, у меня прямо-таки я всегда шутила Что у меня выросли бакенбарды и борода Эти бакенбарды и борода потом сходили очень долго Если у вас есть пушок на лице, то вы тоже должны знать, что перекись водорода вам поможет эту проблему решить Потому что волоски становятся практически незаметными Они становятся почти белыми И также они действительно очень сильно истончаются Это к вопросу о том, когда мы обесцвечиваем волосы Поэтому я очень довольна перекисью водорода Единственное, что у меня есть подозрение, что перекись водорода будет убирать мне загар Я очень люблю себя загоревшую Я уже на первое солнце вышла и позагорала И загораю лицом, как делаю здесь в Италии Тоже много раз рассказывала, что я люблю солнце Не боюсь солнца и не использую никакие защитные фильтры Уж точно в зимний период, а летом всегда хожу в шляпе И тоже не использую даже физические фильтры, которые достаточно безопасны А уж и химических фильтров и речи быть не может Тем более на лицо Но я на самом деле нигде не использую никакие фильтры Либо делаю крайне-крайне редко это и только физические фильтры Соответственно, вот такие мои результаты по поводу перекиси водорода Стала ли кожа значительно лучше? Я не могу сказать, потому что я вернусь к началу видео Снова скажу, у меня уже давно нет проблем с кожей А давно их нет, когда я поменяла питание Свою перекись водорода я для удобства всегда храню без крышки Просто потому что крышка постоянно куда-то у меня теряется И я не очень аккуратна в этих вещах Но я могу сказать, что перекись водорода содержит безусловно консервант Даже не стабилизатор, как было заявлено мне в аптеке фармацевтом Который, возможно, не умеет так хорошо читать этикетки, как умею я Безусловно, здесь есть консервант Именно поэтому я не принимаю перекись водорода внутрь Как советовал профессор Неумывакин И могу сказать, что даже в открытом состоянии Перекись водорода на самом деле прекрасно хранится Как я это проверяю, как я это знаю? Я также нос промываю себе И если мне щипет, а мне всегда щипет Если я в особенности много налью случайно Я всегда лью на глаз примерно полстакана воды И налила Если даже щипет, обжигает То, в общем-то, обжигает вот здесь Но проходит очень-очень быстро То есть прямо такие несколько секунд и прошло жжение Я, в общем-то, таким образом, опытным путем, что называется Пришла к выводу, что перекись водорода можно хранить открытой Возможно, перекись водорода не даст вам вот такого вау-результата Либо такого хорошего результата, который имеется у меня Кожа как будто бы стала плотнее Кожа совершенно точно не сохнет и не шелушится И кожа стала как будто бы чище визуально Потому что и поры Мне кажется, что перекись водорода поры сужает Но и повторюсь, даже в тех порах, которые не очень широкие Все-таки иногда у меня были черные точки Крайне редко все-таки, но это случалось И перекись водорода, безусловно, делает цвет лица более красивым Потому что вот даже эти микро-микро Как будто бы невидимые глазу черные пятнышки Черные точечки, все равно это все уходит Советую ли я перекись водорода? Однозначно советую, совершенно точно Куда еще я советую перекись водорода? На подмышечные впадины, конечно же Прекрасное средство, которое избавляет от запаха пота Опять же, я показывала свой дезодорант Преспирекс Дезодорант, который не просто убирает запах пота Он также предотвращает потоотделение Я даже боюсь представить, как все это происходит Так вот, я могу сказать, что этот дезодорант Преспирекс Испортил мне огромное количество одежды Потому что он как будто бы одежду обесцвечивает И хорошо, если этот эффект он только на внутренних швах На внутренней поверхности одежды Но, как правило, он имеет место также и, допустим, на платье То есть я очень много действительно одежды себе испортила В то время как перекись водорода, либо самая обычная сода И, безусловно, перекись водорода гораздо удобнее Потому что сода на черных свитерах, на черных фейльпах, свитшотах Ее все-таки может быть видно И потом нужно ее отряхивать Либо можно вообще забыть это сделать, не заметить То перекись водорода, что называется, лицо помазала Запястье протерла Тампончик ватный еще влажный Подмышечки себе потерла И все, все прекрасно Целый день ты проживаешь такая свежая, красивая, веселая Чего я, конечно же, всем желаю На этом с вами прощаюсь Увидимся очень скоро Это была Аняна Скворцова Всем пока-пока